Всем доброе утро! Что я делаю? Я где-то неделю назад купила у Иры такие штуковины. Помните, я показывала вам магазин ресторанных принадлежностей, а у нее были две вот такие штучки, и она мне их продала. Она их покупала, чтобы делать вечеринку выпускника для Софии. Ну, мы знаем, что это... В общем, год у нас был не выпускной, не очень. Так что, я хочу их рассмотреть, а то я еще не рассматривала, и сегодня я, наверное, буду это использовать. Вот я ее вместе поставила. Такая штучка, подставочка. Такой поднос. Здесь, наверное, водичку заливаю, чтобы она парилась. Здесь будет еда. Накрываем. Та-та-та. Здесь у меня такие канистрочки, по-моему. Так, я работаю над винегретом. Тут уже почапала я картофель, морковку. Свеклу открыла огурчики, которые закрывала в этом году. Сейчас снимем пробу. У меня уже прошлогодние и позапрошлогодние закончились. Идите, не в понятки. Я завязала платок. Говорит, русская мама, настоящая русская мама. Говорит, с чего это вдруг? Ну, с чего это вдруг? Чтобы волос в салате не было. Нашла свой платок. Так, винегрет сделала, а теперь пожариваю голубь и салют, подправливаю их. Вот так у нас дождь пошел, у нас ливень и гром. У меня вот один противень, второй противень. 25 здесь, 25 здесь. И здесь работаю над соусом. Все готово. Тут какая-то петрушка. Солочь. И все. Едей, во-первых, в какой-то магазин, понимаете? Я быстро, я быстро. Я очень-очень быстро. Вообще, мне через 5 минут как бы хотело выезжать. Дети, я врать не буду, я устала. Спина болит. Дети, младшие. Денис ушел. Скарлинг, когда начинает... Не извиняюсь. Играться с Джашиком, она его так заводит, что это просто капец. Я пытаюсь что-то делать на кухне. Он в меня прям влетает. Хватается за юбку, прячется под юбку от нее. Ржет. А мне же это как раз на руку, понимаете? Мне это как раз, вот что надо. Это ребенок под моей юбкой. Ну ладно, как бы все сделали, мы едем. Денис приехал, мы едем. Давай. Я даже не могла решить, какое платье одевать. Короче, дошла одно платье. Замок не застегивается. Да и Юджи, леди плоскоррупция. Говорю, тяни. Короче, замок по швам разошелся. Ай, короче, одела я платье без замка. Когда-то его на свадьбу одевала, до этого. Туфли не одевала. Каблуки не одевала, у меня шлепки. Все равно. Хочу быть, что было удобно. Все, как она выглядит, мне как бы плевать на данный момент. Все равно, что люди подумают, что не до этого. В общем, едем. Тут еще надо разобраться. Вот этот подогрев, там надо же воду налить в эти контейнеры. Я как бы не хотела тащить воду с собой. В общем, посмотрим, как это все будет работать. Они все еще горячие. Но это же надо поддерживать эту температуру. Это мой первый раз именно работать с этими контейнерами. Я все вымыла, все подготовила. Приготовила, в общем, едем. Уже здесь детям работу дали, расставить бутылки. Вот тут так зал. Видите, все в серебряном. Серебряная сладка. Розочки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... 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 И, удивляясь свадебным подарком, усталость дня пытаясь превожмочь, не знаем мы, насколько будет ярким тот день, когда у нас родится дочь. Читая стопку поздравлений в полночь от родичей, кузенов и кузин, не знаем мы, насколько будет темной та ночь, когда у нас родится сын. Когда болезнью сменится здоровье, инсульт, коронавирус или грипп, какой тогда заботой и любовью стараемся друг друга окружить? В начале общей жизни мало знаем, нас ждет за поворотом поворот, но только лишь на Бога уповая, мы дружным шагом движемся вперед. И лишь прожив друг с другом четверть века, успев беду и радость разделить, любимого, родного человека мы начинаем искренне ценить. Спасибо, что ты был. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Девчонки покормлены Так что пришло время для комментария дня Комментарий дня Субтитры создавал DimaTorzok Потому что многие говорят нарасток в холодильнике Я, кстати, хочу попробовать Может его легче будет тогда резать на следующий день Потому что в комнатной температуре Как-то мне было трудно порезать Будем пробовать новые методы Спасибо большое Ну а я буду закрывать влог Огромное спасибо за просмотр Вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку И просмотр рекламы Я желаю вам спокойной ночи До встречи И па-пай Субтитры создавал DimaTorzok